Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Иван. Сегодня я расскажу о карте ДБ, как с помощью нее создавать интерактивные карты. Чтобы понимать, какая аудитория, скажите, кто знаком с картой ДБ? Слышал. Слышал. А кто создавал карты на ней? Ну, понятно. Значит, я, в принципе, подготовился к этой ситуации. Буду, скажем так, вводный достаточно курс расскажете. А там, если будут какие-то возможности, можно вопросы индивидуальные. Ну, начну с того, с рассказа о том, при чем здесь ОСН, за что я не буду выделить матч. Дело в том, что по своей текущей специальности я веб-разработчик. И, ну, как бы, с технической стороны мы все это делаем смотри в борт. И когда мы выбираем там, как бы, между OpenStreetMap, Google Maps или картами Яндекса, на самом деле мы выбираем некие стек-технологии и те, как бы, инструменты, с помощью которых вы можете что-то создать. Ну, в интернете, или у себя на месте, соответственно, где-то, или онлайн, онлайн. Соответственно, дело в том, что в последние годы OpenStreetMap, по моему наблюдениям, в техническом плане он вырывается вперед. То есть, Google Maps, например, это всегда некая коробочка черная, внутри которой вы не доступитесь, как сегодня уже было сказано. Данные, они всегда закрыты. Вытащить их невозможно, соответственно. Есть некая письма, что вы что-то можете сделать, но, как бы, использование весьма ограничено. Вот. А OpenStreetMap позволяет поверх всего, как бы, поверх своих данных накладывать... Существует много уже инструментов, которые позволяют делать такие вещи, которые, ну, на рублеру не сделаете. Ну, или, скажем, сделаете, и будет хуже качество, мне неудобно. Вот одним из таких инструментов является карта DB. Ну, во-первых, что это такое? Это онлайн-сервис, который поверх, скажем так, карты-подложки позволяет создавать интерактивные карты на основе ваших геоданных, то есть вы их туда загружаете, републиковать в интернете. Вы их можете либо на своем сайте опубликовать, либо они просто где-то будут лежать, то есть разными способами, которые данные используют. Идти, соответственно, карты. Но основное предназначение – это, в основном, отображение аналитики на, как сказать, поверх некой карты. Какая связь с картой находится? То есть OpenStreet в данном случае выступает подложкой, поверх которой вы можете рисовать некую аналитику. Понятно, что там, скажем, некие вещи… Само OpenStreet уже, кроме как… Ну, можно только географически объявить. Так, реки, города, дома, вот. А какие-то вещи, там, никакого, скажем, аналитического порядка в OpenStreet не предназначен для этого. Поэтому эти данные отдельно сверху используются. То есть как бы мы совмещаем одно с другим. Одно не противоречит. Наоборот, карта DB, она… Этот сервис позволяет улучшить OpenStreetMap. Соответственно, ну, в силу того, что у нас здесь мастер-класс, я хочу показать примеры того, как карта DB можно использовать. Вот. Ну, у меня здесь целый список живых. Вот, затронулись. Так, нет? Ну, вот. Ну, вот пример буквально сайта схода нашел. Можно рекламу сказать для него. Вот здесь, видите, ну, довольно-таки обычный простой сайт, какой-то своей направленности интернет-магазин проведен. В нем статья и здесь встроенная фреймом карта. Вот. Карта весьма такого интересного характера. То есть она нетривиальная. На этой карте, как можно прочитать, здесь чуть выше написано, цветом обозначены зоны, где, ну, синенький – это низкий потенциал для создания супермаркетов. Красненький – это высокий потенциал для создания супермаркетов. То есть территория Москвы, ну, выведена вот такая аналитическая карта. Весьма симпатичная. Ну, на самом деле здесь есть меню слоев, которое можно, например, переключить. И вот есть по районам статистика. На этой же карте приведенной. То есть мы видим, ну, стандартные районы Москвы, и в них, собственно, более красным отображены районы, где обеспеченность там на тысячу человек супермаркетами больше, а здесь меньше. То есть аналитическая карта. И третий вариант, который тут же присутствует, это вот некая такая тепловая карта, где уже плотность населения пока отображается. То есть на основе этих первых двух карт, я так доразумеваю, третью мы сумели вывести, ну, авторы и далее. Дело в том, что вот все вот эти карты, плюс вот эти все инструменты, которые здесь присутствуют, все это можно сделать, не будучи каким-то программистом, вот карта DB. Вот, собственно, мы вот здесь в левом ленжном углу видим инструмент, с помощью которого все было произведено. То есть не нужно быть хитрым программистом, чтобы нарисовать вот такие карты. Ну, какие возможности еще есть? Ну, здесь вот немножко другой пример. Кстати, видим OpenStreamer. У нас тут есть... А, нет, нет, нет. Подложка используется. Это карта банков в Москве. Кто-то делал. Причем можно заметить... Ну, есть, понятно, легенда. Есть два слоя на этой карте. Один слой — это сами банки красными точками. И вот гексагонными шестиугольничками здесь отмечена территория плотной, соответственно, более красной. На территории этого шестиугольничка будут более плотные... Скажу, плотность банков и банкоматов выше. Вот. Приближая карту, у нас очевидно, что все это меняется. И мы можем, как бы, оценивать где что есть. Вот. Ну, все эти аналитические... То есть, по сути, здесь мы уже имеем даже некий аналитический инструмент, который, опять же, встроил функционал карты ДБР. То есть его там можно, ну, сильными заморачиваясь создать. Вот. Ну, что еще можно нарисовать? Пойдешь побыстренько. Ну, это вот шуточная карта. Я ее нашел для мужчин 8 марта, где в Москве можно купить либо цветы, либо шампанское. Ну, шуточная карта. Ну, как видим, можно любые иконки, картинки на карте выводить. Вот. Геопривязанные. Например, нам шампанское неинтересно, вот хочется втругаться. Вот. Тут, как бы, более того, интерактивность карты заключается в том, что, наведя на соответствующий объект, ну, виден даже адрес. Ну, раз ближе, может. Что-то у нас есть. Так, теперь, ну, другие аналитические примеры. Вот. Ну, это уже эту карту я, по-моему, создавал. У нас, собственно, есть. Как видите, подложка здесь. Стаминовская карта, которую мы сегодня уже видели. Нам показывали. Здесь по регионам Российской Федерации отображены более синие регионы с высоко, ну, с уровнем короче, по уровню зарплаты. Те более синие там выше, те желтенькие там ниже. В принципе, вот. Такие карты можно вообще на уровне... Почему вот там совсем на дальнем островке? Это из-за нефти? Где? Вот здесь? Да. Это очень дорогие регионы, они датируемые. Т.е. там есть региональный, так называемый, коэффициент. Т.е. по умолчанию в какой зарплате вам добавку несколько тысяч, например, делаю. Поэтому, как бы, есть... Ну, чпотку, куда... Ну, там жизнь дорогая. Поэтому тут приезжать не ссор. Зато авиаскоглеевская вообще. Ну, может быть. Может быть. Так. Это еще один пример. Собственно, это... Мы в нашей компании делаем. Это... Аналитическая карта. Уровень экологической обстановки в Москве. Т.е. мы определенным образом данные рассчитали. Ну, соответственно, здесь... Ну, вот такую красивую карту можно создать. У нас там каких данных? Ну, у нас экология интересует. Ну, из открытых источников... Не, ну, а вот это что показывается? Вот это, это районы, как бы, кварталы взяты. На самом деле, это локон-стритовские данные. Или имеется в виду, что отображено данные чего? Воздух или... Короче, это экологический рейтинг. Вот. Это суммарно... Кромический рейтинг. Вот. Ноль – это плохо, сто процентов хорошо. Красненькая – похуже. Зелененькая – получше. А факторы какие вы считаете? Я еще покажу. В конце я отдельно более подробное решение об этом плоду покажу и расскажу. Вот. Много факторов. И автомобильные дороги, и загрязнение воздуха, вот. И предприятия промышленные. Очень обширные. Ну, еще недавно вещь, которую как-то DB себе встроили. Здесь иностранный сайт со статьями. Они анимационные вещи добавили. То есть можно рисовать карту, не просто карту, а скажем, в движении, в динамике ее показывать. Вот. И здесь мы видим... Ну, интернет у нас слабый. Может быть, это даже хорошо, потому что мы видим замедленные съемки. То, что происходит. Эта карта показывает миграцию птиц. Ночью. Вот. На дальнем фоне мы видим Европу. По-видимому это Германия. Или что-то рядышком. А тут птички летят. То есть, ну, здесь есть прогресс баг. Можно хоп. И назад птичка вернуть. Снова включить, и они снова поплыли. То есть, если у нас в базе данных содержится... Ну, как бы в данных есть некая временная характеристика, то мы можем ее в динамике, в движении показывать. Вот. Это, ну, тоже очень такой презентативный, хороший инструмент. И все это делается, ну, так бы, без какого дополнительного программа. На режиме онлайн, правильно? Что? Карты работают на режиме онлайн. Прямо сейчас птички летят, а она летит. Ну, в данной ситуации, да. Их можно отмотать обратно, да. Вопрос, скорее, был, возможно ли карты DB использовать для онлайн? Нет. Есть определенные. Короче, в общем, возможность есть. Дело в том, что сейчас как-то DB позволяет синхронизацию делать. Например, если у вас данные в Dropbox'е лежат или на Google Drive. Но, насколько я сказал, LiveData не подключается. Но мгновенно, в секунду нет. Ну, то есть, если на определенных условиях как бы синхронизировать, например, можно синхронизацию раз в минуту или раз в час, например, сделать. Вот. На платных аккаунтах это возможно. То есть, у вас данные будут обновляться там. Ну, не каждую секунду. Например, там. Ну, с банками мы решение видели. Добавить новое отделение или поменять адрес. Поменяли, тут же синхронизировали. У вас через минуту на сайте это все тогда делается. Скажем, мониторинг транспорта лучше. Здесь уже, как бы, можно свои данные туда выводить. Вот. Как мы, например, делаем. Но, в принципе, если мы... Вот, когда вы уже программируете карты DB своими средствами, тогда можно свои данные ему подсовывать. Вот. Автоматически какую-то синхронизацию делать и, в принципе, реально тоже выводить. С помощью карты DB данные. То есть, как бы, запрограммировать это можно. Не сложно. Так. Ну, на этом мы, как бы, от примеров перейдем к тому, как действительно создавать карты. Вот. И прежде чем создавать, нужно данные получить. Вот. Я сейчас здесь два источника данных вёл. Как бы, в наше время достаточно хорошо с данными. Потому что геоданные и вообще какие-то данные. Очень много открытых источников. Вот. Один из них, это, ну, если по Москве брать, это портал открытых данных московской мэрии. Вот. Я прямо сейчас при вас скачаю то, что у них есть. На самом деле, данных здесь много, много интересных. Поэтому, если кто-то, ну, как бы, на самом деле, хочет что-то интересное создавать, в общем-то, об этом ресурсе нужно знать. Потому что данные активно пополняются и за последний год значительно приросли, как в качестве, так и в количестве. А можно вопрос? Да. Насколько эти открытые данные действительно открыты? Какие у них лицензионные отличия? Я могу ответить на этот вопрос. Это как раз портал открытых данных. Они реально открыты. И есть правила использования, и авторы, какие организации отвечают за это? Ну, то есть достаточно, как я понимаю, просто источник данных с точки зрения лицензии указывать, чтобы эти данные использовать. Не всегда. Там есть просто свои правила каждого номера. Ага. Еще и поднимем. Просто у некоторых данных, особенно в регионах, названы открытыми, но на самом деле это обычные, предкредитарные данные, то есть по лицензионным соглашениям. То есть вот, как бы, грамотность еще, к сожалению, не везде достаточно. Я полагаю, все из-за открытых данных. Идет открытые данные, некоторые из которых действительно открыты. Если... Ну, если касательно этот портал, то они все-таки открыты. Здесь, по-моему, все это. А, вот на датамосе. Вот. Теперь, ну, я сейчас что-нибудь интересное попробую. Парф. Ну, например, вот скачаем платные парковки. Какие у нас москвы есть? Ну, выберем здесь свой формат. Вот. Вот. И я их куда-нибудь сооткрываю. Например, сюда. Так же два варианта. Помимо парковок еще покажу камеры. Дело в том, что здесь есть реестр всех камер в Москве. Вот. Если люди подъездные, например, в видеонотведения. Меня в свое время удивило, что этих камер оказывается там десятки тысяч. В Москве расставлено. Во дворе. Пять камер на человека в Москве примерно. По количеству. Человека. Да. Ну, здесь поменьше. Как бы не все камеры тут подъездного направления. Да, да. Я говорю, что всего. Я смотрел в моем дворе пять домов. На, по-моему, четырех из них находятся по камере. А на моем дворе. Вот. Прям все замечательно. Следят за нами. Вот мы сейчас интересную аналитику на основе этих данных попробуем построить. А вы сейчас будете строить аналитику бесплатными ресурсами? Да. С помощью карты DB. Вот с чего я и... Мы просто не до конца поняли там полностью бесплатное использование или как... Нет. На самом деле инструмент платный, но у него есть определенный лимит небольшой на начальном этапе. То есть в принципе можно и бесплатно как создавать. То есть если они в публичном доступе, то пожалуйста. Если вы хотите приватно использовать, тогда уже точно платный доступ нужен. В целом ресурс, конечно, ну как бы не самый дешевый из того, что есть. Но для простеньких карт с простенькими данными в принципе его можно и бесплатно использовать. Они это допускают. Вот. Сохраним. Как видите, данные я качаю просто в обычных CS-вышках. Тут можно даже проверить. У него в парковке. У нас файл открывается. Единственное, что с парковками, в силу того, что они у меня хранят... Они являются не точками, а линиями. Они хранятся в таком хитром формате. Который, ну, так и говоря, не стандартный совсем. Мне пришлось его переделать в более стандартный, который как-то DB принимает. Поэтому я здесь заранее уже данные сохранил. То есть координаты там не в WGS 84? Вот. Как раз... Нет. Именно WGS 84. То есть координаты они есть. Я вот сейчас отдельную колоночку здесь у себя создал. Собственно, те же самые координаты просто переписанные в WKT формате, чтобы более удобно показывать. Вот. А с камерами, ну, в каком виде мы их получили, в таком виде мы их будем сейчас использовать. То есть вот у нас две колонки координаты. Как раз, WGS 84, X и X. Теперь открываем карту B. Ну, я уже здесь зарегистрирован. У меня как раз бесплатный аккаунт, за который я 2 рубля не заплатил. Вот, и мы с вами создадим. В бесплатном аккаунте можно до 50 мегабайт данных окружающих. Собственно, они в основном по данным и тарифицируют. Все это дело. Ни одной карты у меня сейчас нет. То есть колоноза запросов нет? Там настолько высокий лимит, что если не контакт или Facebook, то вам пофиг. Скорее всего. То есть сейчас мы, по-моему, даже сняли интервью. Попробуем. Ну, вот интерфейс, как выглядит. Теперь создать новый PtSet. То есть новые данные. Как видим, ну, возможности загрузить файлы здесь есть много. Можно из Dropbox, Google взять. Вот. Из других источников, например, из профессиональных уже систем, типа Argus, синхронизацию произвести. Вот. Я же просто сейчас залью данные. Ну, начнем с чего? Ну, можно короткий вопрос. Да. Я правильно понял, что визуализация может быть как и серверная, а это тоже была клиентская визуализация. Ну, что вы подразумеваете под клиентскую? То есть я как клиент использую, а разумеется там рендеринг данных происходит на стороне сервера. Да, да, да. То есть это не чужие ожидаемые. Вообще, карта DB это open-source проект на самом деле. То есть у них есть компания, которая разрабатывает и предоставляет это как сервис. А если же вы захотите сами возиться с тем кодом, который они разрабатывают, можно на своих серверах развернуть и использовать бесплатно. В принципе, никто им ничего не мешает. А кто-нибудь это проделывал? Я, ну, как бы на форумах есть, в основном вопросы, которые с ним обсуждают, они по внутренним батархам, то есть люди пытаются поднять и это как-то использовать. Вот. Но я этим еще не практиковался. То есть у меня только впереди. Ну, видим, здесь у нас появилась карта, появились линии. Соответственно, это платные парковки в Москве. В основном, как видим, в центре, то есть в рамках третьего транспорта кольца. А еще раз, а как вы перевели формат парковок в тот, чтобы у нас читалось? Сейчас еще раз аккуратненько покажу. В общем, что для карты DPS загружать? Он много форматов понимает. Все форматы с геоданными, там, KML, Shapefile, Excel можно обычно подсунуть. То есть то же самое, что вот я сейчас делаю. Единственное, что данные должны как бы быть общеприняты. Естественно, строковое представление данных, которые известны. Ну, то есть это единственный общепринятый стандарт. Это вот, как бы, у вас должна быть колонка с названием загеом, которая содержит координаты. Ну, тут можно полигон написать, можно еще что-то. То есть любые геоданные, которые в строку таким образом здесь записаны. Вот. На самом деле некоторые, как бы, данные уже в таком виде содержатся. Просто то, что из дата МОСа пришлось их конвертировать, это, ну, скажем так, исключение, на мой взгляд, а не какое-то правило. То есть ничего специального для карты ДБ на самом деле делать не нужно. Вот. Мы загрузили и увидели, что у нас есть. Теперь попробуем, ну, что-нибудь интересное на основе этих данных делать. Например, ну, понятно, нужно простую карту с раскраской. Тут же хоп, меняем, у нас цвет поменялся. То есть мы все это онлайн производим. Теперь другой вариант визы, который я запускаю. Это, так называемая, раскраска по категориям. Ну, в общем, по категориям некоторого параметра. В данном случае выбрана емкость парковки, в которой в данных у нас такая колонка содержится. Соответственно, желтый цвет означает, что... Давайте желтый сменим. Хотя лучше не стало. Можем... Я привнёмся к этому. Толщину линии сейчас я увеличу. О, жирненькие полосочки у нас там. Видим, что у нас, соответственно, там, где показатели КП-сети больше, ну, порядка сколько-то, 135 парковочных мест. Это красненький цвет. Ну, и желтенькие – это там, где их меньше. То есть тем самым мы видим на карте, где парковки есть большое количество мест, где парковок более, ну, поменьше. Вот. Например, нам не парковки захочется, а категоризировать по цене. Это уже для людей более интересная карта. Вот я тут же её представляю. Мы видим, что центр Москвы стоимость порядка, получается, 80 рублей. Ну, и самое дешёвое – это 40 рублей за час. Парковочное место. Соответственно, в рамках, получается, бульварного кольца – это порядка 60, за бульварного кольца – 40. Ну, и вот одно выделенное место. По географии Москвы загадается, что это Москва-сити. Тут самая тоже дорогая стоимость парковки находит. Ну, на самом деле здесь можно тоже по-разному в этом визорде данные анализировать. Смените, пожалуйста, подложку найти. Можете подложку поменять? Подложку? Давайте. Вот, про этот функционал отдельно расскажу. Вот здесь можно выбирать, ну, скажем так, некий предзаданный набор подложек, который существует. Можно взять паньярчик. Ну, наоборот, черный. Черный сможет. Ну, как заказывает. Хорошо, вот. Отлично. Так, не видно. Давайте что-нибудь. Черный. Черный. Да. А, черный. Во! Во! Идеально. Как отпечаток пальцев. Да. Собственно, карта у нас уже такая есть. Что еще здесь можно с этими линиями, соответственно? Здесь есть интересный вот визор по категориям. У нас в данных присутствует колонка с адресом связанная. По-моему, административный округ. Ага. А есть район. Вот. Вот это, кстати, интересно. То есть, мы автоматически по районам Москвы рассортировали парковки. Справа легенда у нас появилась автоматически сгенерированная. То есть, в которой, например, красным цветом это Таганский округ. Вот. Акбат, это оранжевый. Как мы видим. То есть, мы... Ну, тут же цвета можно поменять при желании, если проще. И цвет. Красиво. Иконку, например, вместо цвета. Бывает. А станция метро как он нарисует? Станция метро? Ну, станция метро это нарисует. То есть, станция метро в данном случае, это подложка. В колумбе было. А. Станция метро? Сейчас. Метростейшн. 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 Ну, это значит, ближайшая станция метро. То есть, вот разрешение станции метро получается. Тоже интересная аналитическая карта. То есть, какую парковку мне будет поближе, чтобы к метро было. Вот. Ну. Бабы не будем. Давайте сейчас какую-нибудь карту зафиксируем. С размером. Например, вот эту. А. Какие еще интересные вещи здесь можно делать? Ну, помимо по умолчанию. Сейчас определим. Возможности. Здесь дело в том, что, скажем так, автосгенерированные данные, они, конечно, хороши, но иногда хочется немножко кастомизировать. Здесь, с точки зрения стилизации, есть такой инструмент у карты DB, который называется карта CSS. Ну, людям, которые спрограммированы, немножко знакомы. Вот. Не знаю, есть тут такие, нет? Ну, совсем немного. Это да, верстка. То есть. Ну, правила здесь элементарные. На самом деле, тут весь описание формата умещается там на одну большую страницу. В общем, можно погрузить, документацию почитать и освоить. Человек с небольшим техническим образованием освоит быстро. Вот. Например, ну, что здесь можно сделать? Вот у нас есть толщина линии. Да? Я предлагаю сделать следующую штуку. Ну, это если просто при вас напишу плотники. Например, когда у нас зум сейчас 12, давайте сделаем, например, 4. Ну, больше либо равен 15. То есть, начиная с зума 15, ширину линии, которая вот этим полем звучит, называется. Я сделаю, например, и пусть тут 8 будет, а вот эту, по умолчанию, пусть будет, на самом деле, троечка. Вот сейчас толщина линии на карте троечка. А если мы будем зумить... Какой я назвал? 14, да, начиная? Во! Толщина линии больше становится. То есть, суть в чем, что можно вот, ну, таким элементарным фокусом по зуму, соответственно, разметку карты делать раскраску, ну, какой-то другой. Вот так она тонкая, а вот так, соответственно, уже потолще. Ну, и понятно, сохраняется. Можно разные другие элементы делать. То есть, например, если вы работаете с точками, можно цвет менять. Вот. Можно еще какие-то вещи здесь делать. Сегодня я чуть дальше, позже разберу более сложные примеры, когда можно с помощью вот такого нехитрого приема с указанием зума, соответственно, ну, совершенно очень интересные вещи делать. Я взял, что пропорционально зум для меня на столщине. Можно... Нет, без указания всех зумов. А, так нет. То есть, скорее всего, просто нужно там... Из зумов-то всего от 0 до 22 до 19. 22 строчки на каждом. Ну, что страшного, то есть, как бы, copy-paste, все вперед. Но фильтровать не только по зуму можно, на самом деле, по значению поля можно. То есть, с помощью карты CSS вообще можно все данные OpenStreet, например, стилизовать. Ну, вот в StyleMile, то есть в MapBox, о котором сегодня тоже упоминали, там, собственно говоря, стилизация с помощью их дел. Вот. Карта CSS – это их изобретение. Хотя и OpenSoft. Ну, давайте попробуем теперь эту карту опубликовать. Подложку мы уже интересную выбрали. Теперь, ну, перед публикацией что нужно? Можно выбрать, например, ну, что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас на карте заголовок. Ну, будем считать так. Единственное, что – заголовок надо поменять. Это у нас что? Парковка. Ну, чтобы красиво было. Теперь, возможность шаринга мы сохраним. Ну, поле поиска там, кому интересно, кому нет, наверное, уберем. В принципе, ну, с помощью поля поиска можно находить, например, заданную улицу или город, или еще что-то. Вот. Ну, допустим, уберем здесь. Контрол и зума оставим. Легенда пусть будет. Ну, в принципе, этого нам достаточно. Жмем кнопочку Publish в правом верхнем углу. И здесь возможность, как бы, что сделать. То есть, либо фреймом куда-то на сайт, блок, страницу можно вставить. Вот. Либо прямая ссылка. Уже в укороченном виде. Пробуем эту ссылку открыть. Ну, здесь у нас наша карта публикованная. К сожалению, немножко не посередине. Давайте вот так вырубим. И сейчас еще раз. Вот теперь она хорошо центрирована. Эта карта публикована. Можно, ну, скажем так, посмотреть на нее немного в другом расширенном виде. То есть, предыдущий вид это был, ну, в рамках карта DB. То есть, у вас снизу здесь description. Описание можно делать. Как бы об авторе какая-то информация. Соответственно, комментировать еще что-то можно. Ну, то есть, такой социальный больше подход. Можно вот в простом виде, вот в таком, соответственно, уже встраивать куда-то вот эту карту. То есть, она будет выглядеть, и мы видим, что она по-прежнему. А вот возможно, то есть, на одну и ту же карту давать ссылки на разные места? Одну и ту же карту на разные места. Ну, вам нужно два разных view сделать этой карты. Но, на самом деле, две разные придется карты делать. Вот здесь есть возможность дубликейтмэп сделать. То есть, вы можете как-то дублировать в том состоянии, в котором есть. Например, сменить положение. Ну, и, соответственно, у вас просто будет... Они полностью независимыми будут? То есть, скажем, если я... Да, они будут после этого независимыми. Но, к сожалению, так. Но это в стандартном. Если вы хотите какую-то, скажем так, программируете, то вы можете уже с помощью программирования там оставить, как хотите. В данном случае. Теперь, ну, какие возможности мы еще пропустили здесь добавить? Ну, например, мы хотим немножко интерактивности добавить. Например, ну, давайте все-таки напишем стоимость парковки. Вот, хотя бы название появилось. Теперь, ну, здесь попробуем отредактировать, что это 40 рублей. И здесь 80. Хотя не очень красиво. В принципе, в легенде можно количество цветов менять. Вот я, например, в пустой сейчас добавил два даже цвета. Ну, уберем. Возможность такая присутствует. Помимо легенды можно, например, на клик некого объекта показывать попап, скрывающий с некой информацией. Вот сейчас мы попробуем выбрать те поля, которые мы хотим, чтобы здесь отображались. Например, я хочу, чтобы отображался адрес и, например, capacity – это емкость соответствующей парковки. Кстати говоря, если мы все вот эти элементы сейчас сделаем. Паблиш еще раз сделаем. Вернемся сюда. Смотрим, легенда у нас обновилась. Оп, и попапываю. В нем соответствующая информация пишется. Если вы название колонки сделаете на русском языке, например, адрес назовете словом «адрес» или по-английски, когда у вас здесь будет уже русское название. Собственно, я просто не переномывал, поэтому этот вопрос тоже специально решает. Кроме того, данное окошко можно и застилизовать определенным образом. Давайте вернемся к этому вопросу. В нем по умолчанию можно выбрать несколько стилей интересных. Например, «блю», либо, например, «болтики». Если вы захотите. Первый. Конечно, не хорошо, что бывает, когда нужно заполниться. Но если по корочке туда нужно помещать. В нем к дефолту. Паковками, я думаю, не разобрались. Теперь посмотрим еще на один пример. Загрузим второй датасет. Это что? Камер. Камер. А вот он у меня есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Можно просто файл перетащить. Он все поймет. Быстренько их освоит. Камера – это точечный объект. Уже не линия. С точечными объектами здесь еще проще, еще больше возможностей функционалов, чтобы работать. На основе них можно там замечательные вещи рисовать. Интернет. 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 К сожалению. Вообще, ну, расскажу про общие возможности карты ДБ. То есть, как здесь я уже сказал, вы видите, я файл заливаю напрямую. Можно заливать, например, через Морбокс или через Google Drive. Соответственно, если при заливке указать возможность синхронизации, например, раз в день или раз в три дня у вас будет возможность с этим файлом синхронизации, карта ДБ автоматически будет данные обновлять. То есть, вам, например, достаточно открыть Excel-ку, отредактировать какое-то поле, добавить новую строчку, сохранить, положить туда. Соответственно, карта ДБ – это все сразу появится. То есть, ну, как для людей, занимающихся аналитикой, это функционально устроено. Вот. Ну, немножко осталось. Осталось. Все понятно, что это такое вообще? Да, если есть вопросы, можно задавать. А по какой-то причине может не загружаться вот этот файл с данными? Ну, разумеется. То есть, если у вас неправильный формат или… CSW, вы скажете, можно? Можно. 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 Шейф файл погружать. КМА. Вот. Да. Альтернативных. Тут, смотрите, в каком плане альтернативных. То есть, карта ДБ в своем роде уникальна, потому что она динамически динамирует данные и позволяет многие вещи на лету, соответственно, делать. То есть, это ее, скажем так, фича основная. Вот. Ну, из не альтернативных работ, как бы, с данными, есть Mapbox. Mapbox, он больше специализируется на статических данных и позволяет, ну, и больше работает с самим OSM. То есть, он позволяет его очень специфическим образом кастомизировать. То есть, цветные карты на нее рисовать уже именно, ну, как бы, с подложкой работы. Вот. Есть Google. Но он работает на Google-картах, понятное дело. Вот. У Google даже интересно. У него для работы с геоданнами поверх карты существует несколько сервисов. То есть, у него есть внутренних несколько проектов, которые друг с другом конкурируют. Что неудивительно. То есть, что немного удивительно. Вот. У нас в конечном Google, первое количество конкурентов – это публичный Google. А вот в четвертом – это в четвертом – есть группа Google-2. То есть, там именно конкуренция внутриведовая очень сильная. Ну, здесь, да, здесь понятно. Вот. Но тут, как бы, речь идет, карта ДП – это некий инструмент для работы с картой. Они в свое время работали и с гугловой картой. Но, учитывая, что Google настолько консервативен и не дает широких возможностей для манипулирования своей картой, вот, то карта ДП от они, в конце концов, отказались, потому что просто нет возможности в рамках инфизионного соглашения что-то на Google-карте рисовать. Поэтому… Да. А геоэнкодинг поддерживается? То есть… Да, вот я сейчас данные гружу, я хотел к этому, собственно говоря, прийти. Т.е. теоретически… Да, еще раз. Map-Z. Кто? Map-Z. 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 Map-Z или кто? Map-Z. Map-Z. Ship-Z. Да, вот загрузилась. Мы видим здесь колонки. Кстати, я сразу не сказал, что есть два представления. Вы можете видеть табличный вид, можете видеть на карте. В табличном виде… Возвращаем. В табличном виде можно данные редактировать. Вот. И, в целом, можно, например, добавить колонку и к этой колонке ввести новые данные вручную. То есть, если у вас источник не в письменном виде, можно геоданные рисовать прямо на карте. То есть, на самом деле, в этом смысле тут полноценный гипередактор для геоданных тоже присутствует. Сейчас мы видим колонку за геом, которая за геоданные отвечает пустая. Мы на нее тыкнем. И здесь увидим возможность, что эту колонку можно с помощью геокодинга заполнить. Первая возможность – это, например, выбрать координаты X и Y, то есть лонтикют и латтикют, из двух колонок. Но, кроме того, есть возможность, например, геокодинга по IP-адресу, по почтовому адресу, особенно для штатов хорошо работает, либо по обычному адресу в улице. Выбираете колонку, где у вас какой адрес находится, ну и по этому адресу у вас автоматически геокодинг произойдет. То есть, если данных не сильно много, то это, в принципе, работает. Дело в том, что у мэкбокса есть ограничения на геокодинг, то, в принципе, как и у многих сервисов. То есть, если у вас там 100 тысяч объектов, то, в общем-то, будет не быстро. Либо за деньги. А для IP-адреса в какой адресе придет? Ну, я не знаю, какую он использует. Они какие-то публичные. Вот. Есть. Ну, геокодинг по гео-адресу, по IP-адресу, особенно в России, это неблагодарное дело, на самом деле. Так. Ну, давайте загрузим данные все-таки из колонки. X, Y выберем и продолжим. Все. Готово. Как видим, координаты у нас здесь появились. Теперь мы можем перейти к просмотру карты. И вуаля, мы видим кучу видеокамер в Москве. В общем, вся Москва покрыта. Следят за нами. Так. Ну, теперь что можно с этими данными сделать с помощью встроенных методов? Ну, например, сделать пластеризацию. Ну, вот такими шариками. Тут размер шариков, разумеется, варьируется. То есть можно, например, восьмерочку поставить. Ну, чуть получше будет. Ну, например, где цифра выше, соответственно, там концентрация камер больше. Вот, совсем нечего. Теперь вторая, это краска цвета. Ну, по какому параметру можно? Ну, к сожалению, у нас тут у камера никаких характеристик нормальных трожек нет. Кроме качества квалити у камеры. В чем вопрос? А, там вроде был один адрес, и там количество камер. Вот это как раз выглядит. Квантити. Камера квантити. Да, вот оно и есть количество камер. Ну, то есть в одной точке сколько конкретно камер на функции. Ну, мы видим, что кое-где попадается, в основном, конечно, одна камера. Ну, кое-где единичные есть объекты, где две, три, там, до четырех получается. Да, Максин? Да. Камера в основном почему-то на юге. Даже не в центре. Вот. Теперь... А не полную карту будет, Слава? Вот вы опережаете. Я прям к ней иду. То есть она тут по счету уже не первая. Вот я сейчас пробую категоризировать, то есть по точкам категории вынести. Ну, у нас, понятно, административный округ, например, есть для камер. Ну, можно таким образом изукрасить карту. То есть разными цветами подсветить, ну, кто в центральном, кто там, где-то точно находится, кто в западном округе с камерами. Теперь, ну, есть такая шариковая, я ее называю, как-то, по-моему. Ну, здесь опять же у нас в зависимости от количества камер в данной точке размер шарика увеличивается. Ну, вот мы можем заметить, что в этой точке из шариков побольше размер. Ну, на данных, на камерах не очень красиво, но иногда бывают данные, которые в таком виде очень приятно составляют. Вот. Ну, давайте перейдем к тепловой карте. По заказу. Можно... Сейчас мы попробуем какой-нибудь параметр тепловой карты на столе. Вот так как-то выглядит. Так, может быть, нам... Давайте подложку сменим. Я просто захотел, опять же, на темную, чтобы лучше было видно. Ну, вот, например. При таком зуме, в принципе, тепловая карта выглядит уже в такие приятные методы. То есть тепловая карта – это разная картинка, которая на сервере не делается? Да. В данном случае она именно на сервере делается, не на стороне клиента. И в этом плане, как бы, плюс карта гиберия в чем? Ну, если технический вопрос разбирать, то есть генерация картинок, вот всех этих визуальных образов, она происходит на стороне сервера. И поэтому вы можете достаточно большой объем данных, ну, там, тысячи, десятки тысяч, а то и сотни тысяч, чтобы генерировать картинки именно со стороны сервера. Те инструменты, которые сейчас существуют на стороне клиента, там, ну, не знаю, делать тепловую карту по десяти тысячам объектов, как бы, будет медленно работать, правда, все. А с карты дебилет, это все будет поработать просто на Урал очень быстро. А тут идет с двух сторон. То есть, как бы, с одной стороны генерится картинка, которая показывается, а параллельно идет подгрузка данных, которые по, ну, в основном, по наведению мышки. Вы на какую-то область наводите, он подгружает данные, соответственно, может определить, соответственно, ну, как, когда вы кликаете, на какой объект вы кликаете, чтобы по нему данные показать. Вот. Карта дебилет, ну, автоматически не позволяет, а вот программным способом можно сделать, например, по наведению мышки на какой-то объект или полигон, у вас, соответственно, он подсвечивается. То есть, этот функционал тоже присутствует. В отличие, вот, например, мэкбокса, который такую вещь не сделан. То есть, там статическая подложка, она один раз генерированная, вот, и никакой вот такой интерактивщины там не получится. То есть, как дебилет позволяет это сделать. Ну, давайте еще раз эту карту опубликуем, чтобы она у нас была. Посмотрим. Как это выглядит. Ну, что еще здесь можно сказать? Вернемся, наверное, к данным снова. Дело в том, что есть встроенный набор данных в карта дебилет. Вот я сейчас новый датасет загружаю, можно выбрать дата вайта. И здесь много, ну, разных, как бы, в основном для мира уже встроенных в гео каких-то данных. Вот, в данном случае я хочу, например, поискать... Ну, например, мировые границы. Давайте закручь. То есть, к нам импортируем. То есть, данные из открытых источников, в принципе, карта дебилет синхронизирована, где у нас присутствует. Сюда зашли. Что видим у нас из интересного? Например, у нас есть население за 2005 год. Есть площадь страны. Вот эта колонка. Давайте сейчас построим карту. Это пример треки с полигонами. В нашем случае, что мы можем с полигонами делать? Например, самое очевидное. Ну, вот по площади, соответственно, более красные страны с большей площадью. Но это не очень интересно. Вот с населением. Соответственно, более темные страны, где население больше. Кто знаком с анализом, тут, на самом деле, можно очень разным способом раскраску делать. Например, ну, вот, квантование. Либо, ну, там, равные промежутки использовать. То есть, в зависимости от того, как вы группируете на какие... Ну, как бы, цветов семь, значений много от нуля. Вот где расставить промежуточные линии, собственно, вот этот показатель нам и говорит. Ну, мы видим, что Китай настолько, и с Индией настолько много населения, что все остальные страны, там, как и Россия, выглядит просто немножко. Вот. Если же другим образом раскрашивать. Ну, вот это, наверное, более интересная картинка, потому что дифференциацию по странам лучше. Уже такую можно, в принципе, публиковать. А, делим? Плотность населения, мы тут, ну, на лицу-то считать можем поделить площадь на количестве? Да, на самом деле можем. У меня даже в плане такой пример был, но для этого вам уже будет нужно немножко программистом. Ага, все, понял. Вот. Есть... Дело в том, что запрос делается SQL-ем, на фоне там PostgreSQL, поэтому, в принципе, из PostgreSQL можно... Как бы любые функции, которые в PostgreSQL доступны, там, в PostGIS можно использовать. То есть можно там у полигона, например, Центроид взять или площадь посчитать, либо еще что-то сделать. В общем, здесь арифметика. Ну, ваш пример сейчас попробую реализовать. Так, как у нас там по 2005 делить на площадь. Вот так. Детиск – это колонка «Флотность», которая означает. Теперь возвращаемся к лидерам и смотрим сюда, о пенсике появляет. Детиск только «Флотность». Что? «Флотность». А, не пропустим. А, ну вот мы. Население на площадь поделим. «Флотность». Наоборот, это будет сколько человеку приходится. Да. Да, вот тут. Сколько в России территорий принадлежит на одного человека. Вот это, кстати, хорошее. Ну, почему-то не отрисовывается. Не знаю, почему. Что ему надо, но чуть не хватает. Ну, в общем, это можно сделать. В принципе, можно, наверное, даже, я думаю, вот в этом Data View создать отдельную колонку и с помощью формулы из двух других вычислений. По-моему, такая возможность тоже присутствует. Чисто из зала есть. То есть тот, кто программировать не умеет, тут реализуется в ручном режиме. Там формулу просто поменяйте. Формулу. Отделение другое. Арена. Или сейчас. Я думаю, там просто данные. Ладно, в общем, на лету не получается. Можно, я не знаю, здесь. Давно уже. Какой-то площадь. Ладно. Так. С границами мы разобрались. Теперь, ну, последний пример хочу продвинутый, наверное, уже показать. Сейчас попробуем из карты GP выйти. Я вам покажу, как более сложный пример, то, что мы уже в нашей компании делаем, и поэтому придется заводиниться. Другой аккаунт. Здесь, здесь, вот, по-моему, экологическая обстановка. Давайте эту карту посмотрим. Собственно, тот пример, который я опутал, то есть мы увидели. На нем интересная вещь реализована. Ну, здесь вы видите сейчас по кварталам. Если мы начнем уменьшать, то мы начинаем видеть статистику по районам, сделанным в Москве. А если мы начнем, наоборот, приближать, то мы начинаем видеть уже не районы, а именно дома вкрашенных соответствующий цвет. Все это, опять же, делается достаточно элементарно. Дело в том, что в карте GP можно вот здесь разные слои создавать, ну, и для них свои настроения, собственно говоря, делать. Например, если... Ну, у меня три слоя. Один слой – дома, другой – это кварталы, третий – это, собственно, районы находятся. Вот можно посмотреть, как мне CSS, как это в CSS выглядит. Во-первых, я здесь вручную создал легенду, ну, раскраску цветов нестандартную. То есть у меня больше... Ну, здесь около 20 цветов с градацией. Вот. Ну, интервалы по 5% я вывожу. И дальше вот здесь строчка с зумом, в которой я все свои, например, ну, в данном случае это у нас районы. То есть районы все, что больше 10, видимо, ставлю 0. Аналогично интервал, например, для кварталов, ну, в общем, от 13 до 14 получается. Точнее, от 11 до 13. И для зданий, начиная, по-моему, уже с 14, да, у него видимость присутствует. Тем самым, когда вы зумитесь, у вас один слой скрывается, показывается поверх него другой слой. И они чередуются. Такие фокусы, в принципе, ну, как бы они вручную, опять же, здесь делаются. Достаточно интересные. То есть какого-то инструмента для иерархии объектов встроенного нет? Встроенного нет, но только вручную, собственно говоря, можно делать. Но карта ДБ в этом отношении развивается, то есть они постепенно добавляют, добавляют, чтобы можно было, ну, какими-то итерактивными вещами этого добиваться. Вот. Такой пример у нас есть. Теперь, ну, еще бы я хотел показать, какие можно на основе карты ДБ сделать именно с презентацией. Еще 10 минут. Я уже заканчивал. Вот. Все примеры я показал. Основные возможности, ну, в целом мы разобрали. Это и синхронизация, это и визарды для создания быстрых визуализаций, это и специализация с помощью карты CSS, это легенда, это возможность добавлять кнопки шаринга в соцсетях. Ну, в принципе, ну, и самое главное, это, как бы, такой момент, что карта ДБ это не просто инструмент быстрого создания карт, но еще возможность предоставлять некое API для разработчика, с помощью которого можно создавать весьма сложные приложения. Вот. Теперь я здесь хотел еще тройку примеров показать именно того, что более сложные можно на основе карта ДБ создать. Это пример одного тоже стартапа в своем роде, лондонского, ну, из Англии. То есть здесь создана карта уровня жизни, ну, как можно сказать, где хорошо жить в Англии. Причем, ну, как видим, зелененьким там, где получше, красненьким там, где похуже. Слева вот у нас целая табличка с большим количеством статистики. Ну, и уровень опять же разукрашивается, отменьчиво больше показателей. То есть примерно то, что я вам с экологией показываю, здесь по уровню жизни для Англии. Вот есть такой проект иллюстрицы. Ну, кто в Лондоне, в Англии будет выбирать жизнь, можете обратиться. В общем, в центре крупных городов, в общем, они не рекомендуют жить, потому что уровень жизни не очень получается. Еще один, ну, такой несложненький пример. Это некая база данных фотографий для Соединенных Штатов. То есть здесь разные дистрикты в Соединенных Штатах. Тыкнув на него, например, мы видим, что в данном районе содержится 39 фотографий. В принципе, можно сами фотографии смотреть. Ну, и цветом здесь разградуировано, где, соответственно, потемнее фотографий больше, как тут, например, 700 штук, где посветлее, посветлее, соответственно, меньше. Там 12 фотографий. Видите, весь интерфейс на картофеле выполнен. То есть, в принципе, такие легкие попапы. Достаточно. Ну, из интерактивности здесь еще интересная штука. Можно фотографии, например, отсеивать, фильтровать по году публикации. То есть это исторические фотографии 42-го по 45-й год. Соответственно, мы отфильтровываем те районы и те фотографии, где у нас какие присутствуют. То есть, в принципе, такую штуку тоже несложно создать с помощью карты ДБ. Ну, и как видим, тут все происходит опять же на лету. Карты генерятся. То есть это такая очень динамическая карта в нашем случае получается. Вот. Ну, и напоследок еще раз возвращаемся к экологии. Я уже продемонстрирую то решение, чем я сейчас занимаюсь в нашей компании. Вот мы сделали карту опять же с экологией. Вот видим уже, ну, в рамках решения все равно. Ну, помимо экологии был вопрос, из чего мы это все сегодня то есть у нас есть, например, вот такие карты с разными объектами загрязняющими. То есть коричневые топором зоны. Вот. Разные объекты, например, здесь очистные сооружения. То есть все, что влияет на экологию, на этой карте отображено вот такими иконками. Ну, в принципе, карты ДБ это все позволяет сделать. Вот. Есть аналитическая карта с выбросами предприятий. Ну, то есть можно либо по районам на них смотреть, по кварталам. В принципе, у нас это все есть. Самые высокие выбросы, в принципе, ну, это ожидание, как где-то на Евгево-Востоке. Вот. Хотя в центре тоже немало получается. Вот. Ну, в принципе, на этой основе можно много чего создавать, вот я уже дальше там не знаю, что показываю. То есть нужен типер-транспорт, вещи есть интересные. Вот, например, для станции метрологов, русский сайдик, парк тоже неплохо у нас выражено. Есть в присутствии. То есть это инструмент, который позволяет очень много интересных вещей создавать. На основе интерактивность поддерживается. То есть можно кликнуть, тут же выяснить, что это за парк находится. Известный. Вот. Ну, в целом, моя презентация подходит к концу. Надеюсь, оказалось что-нибудь из всего сказанного полезного, кто-нибудь научится ходить в цифровой ВЭП. Спасибо.